Снова здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня с вами Сноу, как всегда, я, Савелий Фанатуллий, и наш канал. И это третья часть по мини-фигурочкам Лего с Алиэкспресса по Нет пути домой. Да, это своего рода Нет пути домой, но всё-таки немножечко другая тема. Конечно, не третья часть по Нет пути домой, но опять же, это своего рода прям глобальное такое продолжение, я бы сказал. Мини-фигурочки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, плюс, конечно же, вселенная Тоби и Эндрю, соответственно. Ну и сегодня мы также с вами рассмотрим, что у нас находится в этой коробочке, в этой интересной коробочке. Итак, здесь у нас очередная шикарненькая хигурочка. Это у нас Человек-паук Тоби Магуайра, соответственно, Питер Паркер. Вот. Ой-ой, вообще, опять везде принты, опять высокое качество. Ну, конечно, опять маска мне очень и очень не нравится, поэтому мы её сразу же откладываем. Она нам не нужна. Вот, принтики на глазках, такие вот везде, здесь. Здесь надёжная конструкция паутины, не то, что у предыдущих фигурок было. Просто, поглядите, очень надёжно. То есть она здесь даже вертится, закреплена тут хорошо. И здесь наш Тоби Магуайр, Человек-паук. Господи, это такая ностальгия просто. Я этих Тоби Магуайров и покупаю, и покупаю. Ну, просто не могу. Очень классные фигурки. Ну, просто. Ну, нечего сказать. Ну, обалденно. Здесь теперь паучок отлично так прорисован. И вот здесь, смотрите, линзы. На костюмчике, да? Самое главное, что я вам хотел показать. Лицо. Смотрите, вот наш Тоби Магуайр. Сейчас мы ему наденем, соответственно, причесочку. Вот наш Тоби Магуайр. Вы его можете рассмотреть, да? Вот он такой, помоложе. И здесь внезапно сюрпризик. Вот. Это такая отсылка. Это такая просто отсылка. Господи. Вот вы просто помните тот момент с Доктором Осьминогом? Вот он, соответственно, Доктор Осьминог, да? Вот это Октавиус. И просто тот момент, где он поезд держал. Вот просто вот. Вот, Господи, ну такая ностальгия. Вот огромное спасибо за то, что вообще это лицо поставили. И вообще это, ну, огромнейшая ностальгия. Здесь ему большую подставочку дали. У нас молоденький Тоби Магуайр. Вот я ему дал в руки его маску. Просто вот с каким уважением к всему вот этому, к фильму. И вообще делали эту фигурку. Да, конечно, здесь синий пластик. Хотелось бы, чтобы сверху было красное. Ну, хотя бы принтиком бы нанесли. Ну, ладно уж. Как есть, так есть. Если хотите, вот. Первая фигурочка Тоби Магуайра. И, соответственно, вторая, которую я показывал. Из нового фильма «Человек-паук. Нет пути домой». То есть вот, «Нет пути домой» Тоби Магуайр у нас. И молоденький Тоби Магуайр. Свой шарм у каждого есть по-своему. У каждой фигурочки, скажем так. Вот за это просто мое почтение. Вот за это. Как он просто поезд, соответственно, держал. А теперь смотрите. Ох, вас вызвало эта ностальгию? Вызвало те самые ощущения и те флешбеки. У меня вызывает. Господи, это теперь тоже одна из моих самых любимых фигурок. Вот из-за этого. Господи, ну как же это. Человек-паук 2 Тоби Магуайр. Господи, ну как же я восхищаюсь этой фигурочкой. Она мне прям очень нравится. Это такая ностальгия. Ход замедляется. КОНЕЦ КОНЕЦ Следующая фигурочка у нас Тоби Магуайр. Ну не просто Тоби Магуайр. Булли Магуайр. Агрессивный Магуайр, скажем так, да? Это такая ностальгия. Господи. Собственно говоря, ну костюм такое себе, если честно. Если бы они хотя бы вот это, ну вот этот серый оттенок на маску еще перенесли. А так странно смотрится. Но впрочем, тут это не самое главное даже, понимаете? Тут не самое главное, вот ну. Самое главное тут лицо. О, самое главное тут лицо, лица, может быть? Нет, одно лицо. К сожалению, одно лицо. Хотелось бы, конечно, пару. Абсолютно кастомная, другая, оригинальная прическа. Абсолютно другая. К принтике, ну, вообще классно все прорисовано. Все прям хорошо. Только я не понял, зачем было здесь наносить опять черное. Для чего? Камон. Как бы и так, ну, было бы классно, если бы все. Ну ладно, как бы. Вот такие вот принтики. Можно их поближе рассмотреть. На ножках. На торсике. Маска. На ручках. Соответственно, по бокам. И на спине. Кстати, интересно-то тут как. Ну, качественно. Действительно, качественная фигурка. Костюм. Собственно говоря, симбиотический из третьего фильма. Флагпаук. Враг в отражении. Собственно говоря, давайте сразу поставим лицо Булли Магуайра. Собственно, Петра Паркера под влиянием симбионта. И дадим ему в руки маску. Соответственно. Ну, классно. Знаете, это прям ностальгические такие ощущения. Вот для сравнения, давайте я вам покажу обыкновенного Питера. Вот. Наш Питер Паркер, да? В нормальном состоянии. И вот Булли Магуайр. Обычный Тоби Магуайр и Булли Магуайр. Здесь такая прическа, а здесь такая. Ну, вы сами понимаете. В обычном состоянии у него обычная прическа была. А когда он был Булли Магуайром, то вот такая вот. Вот паутина, в принципе, как у обычного Питера Паркера, у обычного Тоби Магуайра. Ну, я бы на самом деле дал бы ему паутину какую-нибудь, ну, сероватого цвета. Или какую-нибудь такую симбиотическую, темную. Какую-нибудь дал бы. Вот. Ну, или какую-нибудь обыкновенную. То есть, такую паутину, да? Сильная ностальгия прям действительно вызывается. Ручка дополнительная. Господи, классные, классные фигурки. Я очень рад, что они у меня появились. Ну, и, конечно же, давайте сравним с предыдущей его версией. Вот эта более похожая, более реалистичная. У нее мало принтов, правда. Она менее качественная. То есть, вот эта намного качественнее, ну, по сути. Но вот этот реалистичный, вот этот более похожая. Как-то так. Ладно, я шучу. Это я немножко соединил. Вот. Булли Магуайр. Вот теперь, да, прям реалистично, хочу сказать. Реалистичненько, да. Можно даже прям дать ему, соответственно, вот эту маску. Я даже не знаю, как лучше, скажите. Вот напишите в комментариях, как вам больше нравится. То есть, вот с вот этой прошлой фигурочкой я соединил. И получилось вот так. То есть, вот теперь Булли Магуайр. Такой вот у нас. Опять же, повторюсь, да, не особо так вот по принтам. Красивая, красивая фигурка, но по принтам не особо. То есть, вот эта качественнее по сути. Но она не такая каноничная, не такая реалистичная, скажем так. Так, вот, вот канон, вот качество, вот, смотрите. Ну просто, ну просто теперь, ну. Человек-паук, враг в отражении. Действительно, враг в отражении. Прямо в прямом смысле этого слова. Ну вы видите. Субтитры создавал DimaTorzok Да, еще один Человек-паук, Эндрю Гарфилда. Ну на сей раз, ну все они в принципе необычные, но этот тоже необычный. Этот пришел с Тоби Магуайром, который останавливает поезд, и с Булли Магуайром. Конечно, здесь что-то странно выпирает. Ну хотя, отлично, отлично. Слушайте, какой красивый. Ну опять же, маска, вот, ну, 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 что? Что это? Не, я, пожалуй, ее оставлю, это чисто похохотать. Эндрю Гарфилд, два лица. Одно молодое ему поставили, более молоденькое. А другое из Нет пути домой. Вот это поворот, вот это поворот. Смотрится не очень, ну, так себе. Не, прикольно, конечно, но вот это, наверное, будет поинтереснее. Вот это лицо, наверное, будет куда поинтереснее. Вот. И, собственно говоря, на ручках принтики. Одну ручку я вставлю. Соответственно, мы сейчас его с вами рассмотрим. Здесь у него, как всегда, дополнительная ручка. И, соответственно, паутина. Ну, паутина, да, классическим методом практически собирается. Вы серьезно? Ну, то есть, вы серьезно, да? То есть, на полном серьезе. Вы хотите, чтобы я сделал вот так, да? То есть, у него, как вы видите, у него нет. У него две запчасти именно вот так вот. То есть, больше никак. То есть, типа, вот. Прикольно. Сам Эндрю Гарфилд. Смотрите, какие принты. Ну, принты просто шикарные, просто. Этот Эндрю Гарфилд очень необычный такой костюмчик. Я бы не мог не взять. Гляньте, какой он. Прикольненький, классненький. Вот какой он. Здесь кубики у него. Все, паук. Такие принты на ногах, сбоку. Лицо. Здесь молодое. А если перевернем, здесь, ну, постарше. Эндрю Гарфилд. Ну, пойдет, ладно. Но, как-то смотрится, не знаю, не знаю. Может быть, прическа какая-то широкая. Но, не знаю. Не знаю. Сейчас посмотрим. Вот такие вот принтики на ручках. И вот такой вот сам Эндрю Гарфилд. И, конечно же, маска. Маска прикольная. Маска прикольная. Прям классная. Такая необычная. Сейчас все рассмотрим. Маска прикольная. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, внезапно Веном. Веном, естественно, по трилогии от Сэма Рэйми, злейший враг Человека-паука, кто бы могла. Это довольно-таки классная отсылочка кое-какому из следующих роликов по Лего. Ну, не буду спойлерить. В общем, детализация следующая. Есть обычная головочка, есть головочка покрупнее, вот такая вот жуткая. Но я думаю, мы стандартную с вами оставим. Хотя вот это тоже довольно прикольно. Ручки. Ну, по бокам, к сожалению, принтиков нету. Все такое черненькое, такое атмосферненькое. Подставочка, как всегда, есть симбиотический. Такой вот слизь, ну, хлыст, соответственно. Три ручки, одна из которых дополнительная. Ну, и, соответственно, одним махом сразу собираем. Кисти, конечно, вставлять. А, вставляются хорошо. Ну, не ожидал, вставляются прям легко. Даже сказал бы приятненько. Опа, и все. Прям отличная фигурка. Обалденная. Принты, конечно, макро-макро. Все это отлично. Ностальгия. Очень рад, что у меня Веном появился из фильма. Ну, давайте ему дадим сразу симбиотический хлыст, соответственно, да. Вот так вот. И давайте вместо стандартной головочки подцепим вот такой вот. Посмотрим, как он с ней. Ну, такое, знаете, ну, интересно, конечно, я бы сказал. Но мне хочется вот с этой головочкой оставить. Потому что, ну, так как-то довольно несуразненько выглядит. Вот такой вот Веном по трилогии с МРМи. Конечно, там вот Веном удался самым таким лучшим. Единственное, по виду. По виду больше вот такого бы размера он должен быть, как из новых фильмов с Томом Харди. Но, опять же, с Пауком, с таким же сюжетом, с такой же историей. Ну, вот минус единственное именно в размере, в костюме немножечко. И, соответственно, ну, в самом образе Вена. И последний минус, это, конечно, то, что слили его. Ну, кто его знает. Может быть, какое-то чудо и случится. Но фигурка шикарная. Обалденная. Мне очень нравится. Давайте все это дело под макросемочкой рассмотрим. Сначала большую головочку. Вот такие вот на ней принтики. Следующим образом выглядит. Жутко довольно-таки, да? Вот все как и должно, соответственно, быть. Что-то она не до конца. Либо так и должно. Как-то странно. В общем, вот такая вот деталь. Головы нестандартная. И вот эту, которую мы с вами, пожалуй, оставим. Она мне нравится больше. Она как-то повеселее будет, скажем так. Вот такие принтики. Зубастенькая пасть. Та самая жуткая по фильму. Обалденненько. Вот это тоже пока уберем. Рассмотрим. Ну, здесь, знаете, здесь того, что не 360 градусов принты, ну, как бы, он черный. Вот этим и все и сказано. Он черный, и он поэтому классный. Поэтому фигурка очень ценная и классная. Значит, вот логотип Паука. Тот самый костюм Человека-паука Тоби Магвайра, только уже симбионтный, естественно. Вот такие принтики на ножках. Опять же, вся эта ячеистость, слизь. Вот это самое. Тот самый логотип Венома. Собственно, принтики на ручках. Ну, очень атмосферненько, сами понимаете. На спинке. Вот такой вот принтик. Крайне рад, что эта фигурочка у меня появилась. Обалденно, конечно же. В коллекцию добавляется с большой радостью. Ну, и вот с этой ручки вот такие дела обстоят. Такой принтик. Ага, и вот сзади, соответственно, на головочке. Фигурка, рост, конечно же, шик. Фигурка, рост, конечно же, шик. Как видите, я знатно-таки подготовился. Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд, соответственно. И следующая наша мини-фигурка. Крайне необычная. Опять же, впервые у меня именно такая. То есть двойная мини-фигурочка. Два персонажа в одном. И опять же, это очень и очень ценно. Значит, ручки у нас здесь следующие. Одна красная и две черных. Ну, окей, ладно. Допустим. Сразу вставляем. Человек-паук у нас здесь собранный уже. Соответственно, вот он, пожалуйста. Олицетворение фразы «Враг в отражении». Вот, пожалуйста. С этой стороны мини-фигурочка Венома. С этой стороны мини-фигурочка Человека-паука. Обалденно, вы посмотрите. Конечно, опять по принтам та же история. Но, елки-палки, насколько же это ценно. Вы не представляете. Ну, дополнительная ручка здесь оказалась черненькой. Опять же, здесь симбиотическая. Такое вот, ну, как бы, да. Ну, сразу с вами давайте с Веномом сравним. Вот у нас Веном. А вот, соответственно, ну, полу-человек-паук, полу-Веном. Соответственно, естественно, от трилогии Сэма Рэйми. Полу-Питер, полу-Эдди. А это вот, конечно же, Эдди Брок у нас. Ну, шикарно, шикарно. Конечно, я не знаю, может быть, лучше две вот этих симбиотных отдать Эдди Броку. Пусть он, соответственно, пуляется. А Человек-паук у нас так. Будет чисто олицетворением, полу-Веном, полу-Человек-паук. Ну, не знаю. Опять же, пишите в комментариях, как лучше. Обоим им дать. Или вот у одного оставить, не знаю. Враг в отражении. Вот, пожалуйста, принтик лица. Питер и Эдди в одном. Вот торсик. Обалдеть, вы посмотрите, а. Две мини-фигурки в одном. Это вот где и как вообще вы такое лицезреете. Вот такие принты. Опять же, ячеистость и у Венома, и у Человека-паука фигурочек. Здесь, конечно, чуть-чуть сошел принт, но, тем не менее, очень-очень ценно. Вы представьте, опять же, это на полку. Ну, конечно, это очень-очень ценно и интересно. Значит, вот у нас Человек-паук, пожалуйста. Принтики. Вот Веном, соответственно, принтики. Вот ручка Венома. Такие принты на ней. И лицо Венома, зубасенькое. И сзади Веном, да? Вот спинка, пожалуйста, Венома. И вот у нас Человек-паук уже. Человек-паук, вот. Человек-паук. Ручка Человека-паука. Соответственно, костюм. Да? И здесь вот, пожалуйста. И головочка. Того самого Человека-паука. Господи, какая же ностальгия. А, вот чисто вот ностальгия. Теми временами. Тем самым, да, конечно же, все это дело отдает. Ну, еще такая некая атрибутика. Этим наклеечкам 100 лет в бобед. Я не знаю, когда я их брал. Очень-очень давно. Уж обнаружились они только сейчас. Вот такие вот наклеечки. Соответственно, вы видите. Третья часть. Враг в отражении. Человек-паук. Три. Тут на китайском надписи. Значит, и вот тут такие наклеечки. Мы с вами махом по ним пробежимся так. По этим наклеечкам. Только они примерно выглядят. Вот и все. Следующая мини-фигурочка. Это у нас коп. Крайне ценная. Необычная естественным образом. А для меня так уж совсем глубочайшего, огромнейшего фаната Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Значит, здесь уже большая подставочка. По дополнительным ручкам сразу смотрим. Да, есть дополнительная ручка. Вот их три. Значит, первый костюм Эндрю Гарфилда уже в шикарнейшем своем виде. Вы это видите. То есть, ну, сами понимаете. Я это не взять, ну, просто не мог. Значит, два выражения лица. Вот он наш Эндрю. Такой вот. Здесь, конечно, куда-то прям вверх оно поплыло. Знатненько. Поэтому, наверное, вот это поставим. Такой он здесь более-менее, ну, более молоденький, скажем так. Но меня вот терзает вопрос. Для чего здесь клешни железного паука? Вот это очень и очень интересно. Ну, значит, здесь по детализации следующее. Паутина. Вот так вот все это дело выглядит. Здесь уже вот прям вот с этой деталью. Уже прям, опять же, весьма классно. Вот здесь вот прям молодцы. Сделали добротно. То есть, действительно, так, как нужно. Со всеми детальками. Со всем, чем можно. То есть, сразу взял. Нацепил. Хопа. Вот тебе, пожалуйста, паутина. Вот такая вот паутина. С обеих сторон можно браться. И, соответственно, здесь вот очень добротно. Прямо молодцы. Вот этот сделан. Держится. Все отлично. Кастомность деталей. Конечно, вот это очень ценно. Но здесь, конечно, неуместно. Но положили. Своего рода получается, как подарочек. Значит, вот такие вот детали. Обалденные. Вы посмотрите на эту детальность. То есть, здесь паутинное, наверное, какое-то обветвление. Вот, соответственно, все золотистое. Вы не представляете. Это приятно гремит. Приятно держать. Очень качественно. Вот по деталям, конечно, коп. Вы вообще. Вы просто вот. Вот честно. Это вот в буквальном смысле золото. Вы посмотрите на эти детали. Вот какие детали. О, какая детализация. Просто взгляните на это. То есть, шикарность небывалого уровня. Вот костюмчик, конечно, красный нанесем на синий. Но это довольно атмосферно, если честно. Кажется, как будто минус. Но все-таки у него костюмчик примерно так и выглядит. Пиджи-чистость. Вот такая красота. Обалденная. Вот своего рода он, конечно же, очень ценен, этот костюм. Значит, первая личка. Вот так вот под макросъемочкой. С той самой его причесочкой. И вторая личка, которая слегка, да, сползла. Ухмыляющаяся. Подбородочек появился у нашего Эндрю. Ну да ладно. Питер Паркер. Так, и принтики на лице. Ну, маска. Маска. Соответственно, вот они, золотистые, те самые очки. Да, соответственно, окуляры. Человек-паука. Сзади. Вот принтик сзади, конечно. Вау, какая же ностальгия. Какая атмосфера. Какие ценнейшие просто фигурки. Опять же, и честь из костюма. Везде, везде. Макро-макро принты. Вы посмотрите на это. Все это выпукло, как будто оно. И реально, наверное, все это обалдеть. Вы посмотрите. 360 градусов принты. Фигурка, конечно, бомбезнейшая. Очень и очень качественнейшая. Те самые бутсы, детализация костюма по бокам. Вот увидите. Все, это 360 градусов. С этой стороны, во. Вы посмотрите. Вы на это взгляните просто. Обалденно, конечно же. Опять же, здесь и честь. Посмотрите, вот как все это пропечатано. Просто вдумайтесь. Посмотрите. Все это выпукло. Вот обалдеть просто. На ножках такие принтики. Я просто в ауте. Очень-очень рад. Крайне рад. Человек-паук. 2012. Эндрю Гарфилд. Вот такой вот. Питер Паркер. Обалдеть. У меня, конечно, уже был. Вот. Но этот, конечно, чуть похуже. Но на нем принты тоже очень классные. Так что они оба ценные. Здесь такой Эндрю. Здесь такой. Ну, вы понимаете, да? Ну, сейчас мы с вами нацепим маску, чтобы более-менее сравнить. Вот. Но они оба ценные. Оба такие, конечно, можно где-то совместить. Там. Это туда, это сюда. Но вы сами видите. Здесь, конечно, уже маска, ну, не так канонично. Выглядит, как здесь. Сами понимаете. Здесь как-то странновато, естественно. Как будто немножко жмахануло. Так. Собираем атрибут Железного Паука. Золотистый. Такой очень-очень необычный на ощупь. Реба вообще. Вот серьезно. Делается следующим образом, да? Вот так вот. Или нет. Или я наоборот сделал. Хотя, наверное, так. Не знаю. Наверное, так. Если что, конечно, переделаем. Так. Цепляем. Ага, здесь уже четыре. Четыре вот таких вот. Соответственно. Йоперный театр. Вы посмотрите на это. Ой. Ой-ой-ой. Получается какой-то доктор-осминог, если честно. Но сейчас и по-другому, конечно, с вами соберем. Вот. Атрибут Железного Паука. Выглядит это очень классно. Атмосферно. Везде все это двигается. Вау. Шикарно. Ну, давайте попробуем на нем. Ну, почему бы и нет. Конечно, вот эти детальки мы с вами отдадим, наверное, или Железному Пауку из моей коллекции, или, ну, не знаю, может быть, Тому Холланду Пауку. Голова Эндрю Гарфилда. Конечно, вот здесь минус то, что толстенькая причесочка. Почему-то этого вида деталей различаются. Вот как мы видим на предыдущей фигурке, вот такая должна быть прическа, а не такая какая-то расплющенная, какая-то толстая. То есть, ну, вы сами понимаете, то есть, это смотрелось бы куда лучше. Вот. Уже. Уже. И даем паутину. Как раз в тематику хочу вам показать вот такую фигурочку Человека-паука Эндрю Гарфилда. Первый его костюм. Ну, соответственно, вот в ролик попало. Это фигурочка. Ну, довольно старая, но давно я ее купил. Но, конечно, выглядит довольно атмосферно. Довольно классно, детально. Мышцы проработаны. То есть, логотип паучка. Непосредственно здесь паутинный Человек-паук выстреливает. Эндрю Гарфилд. Вот он наш высокий такой. Ну, фигурка классная, конечно. Еще под макросемочкой вам покажу раскрас нашего паучка. Вот как все это выглядит. То есть, вот пэп-шутер, пожалуйста. Вот эта мускулистость нашего паучка. Вот номер даже здесь какой-то, соответственно, есть здесь. Вот, пожалуйста. Довольно ценненькая. То есть, на полочке все это красочно. Спина здесь, конечно. Мне больше нравится, если честно, вид со спины. Здесь прям шикарненько все. И попец отлитый, и все здесь есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не зря я ставил эти клешни на фоне, потому что... Вот. Ах, куда мне их солить, что ли, или что? Все то же самое по клешням, насколько я понимаю, да? Ну да. В общем, крайне ностальгические фигурки. Давайте для начала, опять же, Эндрю Гарфилд. Второй его костюм. Второй его образ. Конечно же, из дилогии. Второй костюм, второй образ. И здесь самое ценное – это лицо. Плачущее выражение лица. То есть, там тот момент, где Гвен упала и разбилась. То есть, Гвен погибла, и, соответственно, Питер заплата. Тот самый момент. Ага, второе лицо есть, но оно упоротое. Мы его с вами смотреть не будем. Но мы его с вами уже увидели, так что этого достаточно. Вот это вот. Как просто обалдеть! Вы просто на это посмотрите. Такие эмоции. Тот самый момент из фильма. И он держал на руке Гвен, и вот, ну, заплакал. Слезы здесь. Обалденно! Большая подставочка. Ну, те самые детали, соответственно. Дополнительная ручка есть. Ну и паутина. Сразу давайте с вами одним махом соберем. Практически то же самое, только здесь уже слегонца по-другому. Чуть-чуть-чуть-чуть по-другому. Но, тем не менее, все равно. Значит, вот так цепляем. Хотя я бы сказал, что правильнее будет вот так. Вот так и атмосфернее, и правильнее. Сделал я уже вот так вот. Как и планировал, уже большие, соответственно, впереди. Здесь были маленькие впереди, но уж по-разному есть у нас возможности сконструировать. Поэтому и так, и так. Как-то вот так, говорит, два паука. Его тоже с макросъемочки рассмотрим. Уже в собранном виде. Вот такая клешня. Да? Вот такая деталь. Крупная. И, соответственно, мелкая. Ну и вот деталь. Они, кстати, пронумерованы. Это вот семь. Здесь семерочка у нас. А на предыдущей десяточка. Детали, конечно, очень красивые. Ну, я бы не сказал, что очень так по подвижности. Потому что раз, и вот. То есть легко может отскочить. Но, тем не менее. В таком статичном положении они держатся отлично. И, то есть, так вот через на полку. Опять же, нацепить железному пауку там уже. Паутина. Принтики-маски. Сзади, соответственно. И спереди второй костюмчик Эндрю Гарфилда. Ой, очень атмосферненько. Очень лампа у классника. Опять что-то с отражениями, даже с бликами своего рода. Я бы даже сказал. Принтики на ручках того самого костюма. Ну, вы посмотрите. Обалденненько. Вау. Вообще, вот это вот прям вообще. Очень и очень ценно. Да все это очень и очень ценно. И сам наш Эндрю. Вот он здесь плачет. И, собственно, с таким грустным... Ну, таким грустным он и остался. Так сказать, в депрессии. Ну, скажем так. Ой, очень. Как же это ценно. Вы просто вот посмотрите на это. Плачущий Эндрю Гарфилд. Тот самый момент. Тот самый. Значит, принтик на спинке. Вот такой вот здесь и лопаточки, и облегающий сам костюм, и ячеистость. Вся детальность костюма. Вся-вся детальность. Значит, сзади на ножках такие вот принты. Значит, сбоку на ножках. Вау, это шикарно. 360 градусов принты, конечно же. Здесь паучок такой жирненький, классненький. Вот так вот изображен. Опять же принтики здесь. Здесь уже кубики проглядываются. И, ну, собственно, грудь паука. Значит, вот такие принты спереди на ножках. Конечно же, и с этого буку. Вау, ну, это, конечно же, мое почтение. Вообще прям респектище. Масочку даем в руки. Вот. Ну, это ли не атмосфера, а? Ну, это ли не... Шикарность. Конечно, Эндрю Гарфилдов теперь, как говорится, пруд прудей. Вот мои предыдущие. Эндрю Гарфилдов. Армия Эндрю Гарфилдов. Нашествие Эндрю Гарфилда. Ну, сами понимаете, насколько это для меня ценно. Вот, соответственно, паутина даем. Обалдеть. Естественно, это одна из самых любимейших фигурчик будет все это добавиться, конечно же. Ну, давайте все-таки примерим теперь вот такой вариант железного паука. Ну, а почему бы и нет? Ага, масочка у нас улетела куда-то. Так, ну, и вот так как-то получается. Ну, сам человек-паук вот так вот у нас выглядит. Субтитры сделал DimaTorzok Эй, Гвэн. Эй. Гвэн. Не умирай, не умирай. Не умирай, не умирай. Только не умирай. Держись, Гвэн. 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 Ну, пожалуйста, умоляю. Пожалуйста. Гвэн. 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 Субтитры создавал DimaTorzok И последняя наша фигурка с клешнями Это Тоби Магуайер Опять же, нестандартный его образ Очень редчайший образ Образ под конец того самого первого фильма Трилогии Там, где он дрался с Зеленым Гоблином, с Норманом Осборном Уильяма Мудрофо Обалдеть, вы посмотрите на это Потертости костюма, порватости костюма Маска, тот самый Булли Магуайра Тут толчащий Тут, конечно, похоже на Булли Магуайра Но это просто такие залипшие, мокрые В крови волосы и так далее Обычный наш, конечно же Дорогой Тоби Магуайр Питер Паркер Опять же, то же самое Большая подставочка Дополнительная ручка есть Паутина уже в таком составе Паутина готова, пожалуйста Ну это я сейчас за кадром соберу Непередаваемые эмоции Как же это просто ценно Те самые ностальгические моменты Вот серьезно, прям вот Жар полтый Аж все за счастье появляется Обалдеть Влага вот это вот и есть Господи, какой же респект А Я не могу просто серьезно Ну вот очередную Железнопаучью штуку я собрал Вот серьезно Мне теперь их солить Одна, это было бы очень ценно То есть интересненько и ценно Ну блин, три штуки Серьезно, да И, кстати, выстреливают они знатно Так, раз Опа, опа Все, улетел Да далеко так Ну, конечно, да С подвижностью здесь Паутина Трип Здесь подратость костюма Порватость Раны здесь вот уже Равичка, естественно, видна Вот красненькая, да Вот так все это выглядит Обалдеть Как же просто Какие эмоции Это неповторимые Вызывает Серьезно Вот так выглядят ручки Тоби Магуайр Соответственно, подратости Порватости костюма Опять же Вот так все это выглядит Здесь синяк Опять же, вот Все, костюм Сзади Сзади Здесь толстоват Вот толстоват паучок Получился, но ничего страшного Думаю Опять же, ностальгическая Очень штука Опять же, вот Раны здесь вы видите Красные Такие Вот Здесь Здесь даже грязь Ну, загрязненный костюм Вот пятна Черные Опять же, максимально изношено Здесь максимально бой идет Вот, соответственно, творится Вот так все дело выглядит И здесь Потертости Соответственно, на ногах Уже в ячейках Вот сами потертости Обалдеть Как же все учтено Как же все учтено Ну, это просто Что-то с чем-то С этого буха Такие принты Опять же, 360 градусов 360 Вся ячейство Того самого костюма Раны Вот уже отлепляется Да, вот Ну, ткань Вот, рвется Отходит И грязнота здесь И раны, соответственно Кровь вот здесь Пожалуйста Вот такие принтики Обалдеть Просто Обалдеть У меня нет слов Здесь подратости Всякие Спереди Опять же, кубики Вот, опять же, грудь Все здесь Все здесь имеется Ребра Опять же Ёперный театр Какие же макро-макро принты Они прям действительно Как выпуклые И с этого боку Соответственно, вот такие принты Что ж, давайте соберем Теперь в единую картину Еще один образ Тоби Магвайра У меня появился Трилогия Сэма Рэйми Первый фильм Тот самый бой С зеленым гоблином Ну, это просто Напросто Нечто И даем паутину И переходим К следующей фигурочке Любоваться Не налюбоваться Рассуждать Не на рассуждаться Ну, сделайте так Здесь он пока Твипает паутины А здесь уже Гоблина, соответственно Накрывает Целым Пластом Паутинным Продолжим Субтитры создал DimaTorzok быстро и безболезненно но теперь ты всерьез меня разозлил и она будет умирать долго и мучительно мы сэм джей на славу побалуемся постой постой это я мистер осборн питер слава богу что есть ты ты убил тех людей на балконе это гоблин я тут совсем ни при чем не дай ему завладеть мной снова умоляю защити меня ты чуть не убил тетю мэй и хотел убить мэри джейн поверь в меня как я поверил в тебя у меня есть отец его звали бен паркер а Ну и последняя фигурочка у нас пока что на данный момент Это королик Крайне-крайне ностальгическая И крайне-крайне ценнейшая фигурочка Самый-самый первый костюм Тоби Магуайра Вы посмотрите на это Паук Сапиенс 360 градусов принтами Опять же, кастомная детализация Ручки здесь, ручки И такие ручки есть стандартные И вот такие В перчаточках Ё-моё, как же это классно Просто, конечно, стандартные стандартные Мы их с вами сразу применим Но здесь самое ценное, сами понимаете Вау, у меня просто нет слов Как же это, черт возьми, круто и классно Здесь также она имеется Третья дополнительная ручка И такие вот ручки Маска Тоби Магуайра Это, это, я просто, вот серьезно Серьезно, подставочка, конечно, стандартная Как всегда есть И сам костюм Первый, который шил Питер Паркер Тоби Магуайра, да И, соответственно, пошел на ринг Зарабатывать, выигрывать машину И так далее Да, пока он был в бою Собственно, дядю Бена Быстрее Вот такие принтики на ручках Пока что беленькие с вами вставим Такие вот, ну, обыкновенные Будет корректнее сказать Стандартные, леговские Ну и, соответственно, вот такие вот складочки одежды Вот такие вот кастомные детали ручек Вы посмотрите просто на это Вы посмотрите Обалдеть Вот те самые перчаточки Которых Тоби Магуайр был Я просто Серьезно Та самая, собственно говоря Ну, полубандитская, скажем так Масочка Вы посмотрите на эту детализацию С ушками Прорезь для глаз Складочки вот эти вот здесь Все это выпукло Все это впуклое Обалдеть Етить-колотить Какие эмоции Вот предыдущий Тоби Магуайр И вот это Это ж такая цена Да все Все, которые мы с вами посмотрели Вообще за все время За всю историю И вот это Не, ну вы сами Примерно понимаете Какие фигурочки Больше всего у меня вызывают эмоции Обалдеть Посмотрите Опять же Молоденький Тоби Магуайр Вот здесь бровки Глазки Такие принтики на нем Следующие Сбоку Такие принты Трейники Все из дабуцы Опять же И на ринг С всякими обезьянами Драться Бойцами Здесь вот такой вот Паук Сапиенс Собственно Сам костюм Обалдеть Ну посмотритесь в это Оригинальная фигурка От Лего Стоит Просто состоит Огромнейшие деньги Просто А это вот Это еще лучше Намного лучше В тысячу раз Для меня Это в миллиарды раз Лучше Чеба фигурка Это потому что Красивее Запринтованнее И дороже И каноничнее И все Все вместе взято Такие принты На спинке На ножках сзади По бокам Вот пожалуйста Бутсы По типу Найка Да Собственно Вот так все это выглядит Так ценно Такая носталья И в жар и в холод И такие эмоции Просто Серьезно Вот серьезно Просто Нацепляем Масочку Вот так вот Обалдеть Ё-моё Прорезь И для глаз Вот наш Тоби Магуайр И вот у нас получается Паук Сапиенс Пожалуйста И сразу давайте Под макросъемочкой Нацепим ему Уже ручки Такие Собственно Во Вот такие вот Вау Ну с ними конечно Мы его и оставим Конечно эти будем Периодически менять Но вот это конечно Самое такое Эксклюзивчик Кастомность Конечно же Так Во Вот Ну Это 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 Что-то Вау Шикарно С ручками Очень необычно Вы посмотрите на это Вау Вообще шик Просто шик Что еще могу сказать Единственное Вот еще вы сделали Был бы вообще Я не знаю Умопомрачительно Еще кулачками Такие вот Но это уже прям совсем Вообще Очень детально Очень конечный Респект еще Просто Огромный респект Талон коллекции Ностальгия Красота Любимейшая Твое имя детка Паук Сапиенс Паук Сапиенс Ты придумал лишь это? Да Ох Это не катит Сумма в три тысячи долларов Будет выплачена Ужасному Чудовищному Неповторимому Человеку-пауку Мое имя Паук Сапиенс Мне плевать Вали на ринг Нет, он неправильно назвал Мое имя Вали на ринг Критин Молодь сожрет тебя И не подавится мозгля Убить Убить Эй, послушайте Это какое-то Недоразумение Я не записывался На матч в клетке Эй, отоплите ее Снимите Эй, выродок Ты никуда не денешься Ты война Три минуты Три минуты Счастья Куда это ты залез? От тебя подальше Классный прикид Тебе его муженек подарил Человек получает Два, три, конец, конец Победитель Победитель Три джентльмены Наградите Обосновение Нового чемпиона Человека-паука Победитель Собственно, находятся у нас в этой коробочке диски от флюрейн Собственно, три диска Три штуки Как вы можете увидеть Но один секретный Один мы с вами рассмотрим Как будет потом Может быть, когда-нибудь тематика позволит Может быть, еще Но это, тем не менее, не относится к Эндрю и к Тобе А у нас сегодня тема такая Поэтому вот Диски, пожалуйста Обалдеть Это эталонище просто Мои коллекции Вот это просто Вот вы это видите Вау, вау И одним словом, вау Блюрей коллекционные диски Которые мне пришли на самом деле давно И я их толком не обозревал Я попытался сделать отдельный обзор Для отдельного видеоролика Но на том оно, соответственно, и закончилось В общем Новый Человек-паук Дилогия с Эндрю Гарфилдом И Человек-паук с Тоби Магуайром Трилогия Вы посмотрите на это То есть три фильма собраны здесь И тут, соответственно, два Вы себе не представляете Насколько это для меня ценно Конечно, блюрей-проигрывателя у меня нету Но это чисто, опять же, на полочку Коллекционное такое В качественнейшем виде 4К Полные версии Полные вообще Все, что можно С этих фильмов Все здесь собрано Я, как фанат этих двух паучков Не мог это не взять Это просто что-то Вот, пожалуйста Новый Человек-паук Дилогия И, соответственно, трилогия Сейчас мы это все с вами Распакуем, раскроем Давайте начнем с дилогии Все-таки трилогия Вы сами понимаете Так Раскроем Наконец-таки Этот момент настал Чтобы наконец-то Глянуть на это Наконец-то Просто Я не знаю Серьезно Наконец-то я вскрываю Эти пакетики И смотрю Итак Вот Впервые, опять же, держу Блюрей-диски В руках Вот, пожалуйста Человек-паук Дилогия Вскрываем И вот Два диска Пожалуйста Вот Ящер Электро Здесь, конечно, отсвечивает слегка Можно как-нибудь тут Примаститься, может быть Обалдеть Лицензионные Качества Оригинальные Все это дело Что самое Главное Вы посмотрите на это Что-то Конечно, лишний раз их трогать Даже как-то Боишься Но вот такие вот диски Вы посмотрите В качестве Принты На них какие Трилогия Пожалуйста Блюрей Значок Выпуклый Вау Вот, пожалуйста Три фильма Марвел Сони Человек-паук Вообще, вот, серьезно Такую вещь даже, если честно Вот прям Жалко и открывать Вот, правда Вау Вообще Такая лицензионная Такая классная штука Это, конечно, все Дорогое дело, все Но оригинал, все Полная версия Фу Тоби Магуайр, да Человек-паук Ёлки-палки Открываем Аккуратненько Аккуратненько Я уже здесь Вижу Здесь, наверное, может что-то И выпасть Ага Ага Вот оно Как сделано Посмотрите Вау Вот, пожалуйста, третья часть Вот вторая Вот первая Здесь еще, конечно, можно прицепить Но здесь вот так вот сделано Что, ну, как бы Трилогия Тут по-иному-то ведь и никак Человек-паук 2 Человек-паук в раху В отражении Пожалуйста Обалденно Посмотрите Принты какие Какая красотища Веном Доктор Осьминог И, конечно же Зеленый гоблин Трилогия И диалогия Вместе Новый человек-паук Новый человек-паук Высокое напряжение Человек-паук Собственно Человек-паук 2 И Человек-паук Враг в отражении Вот, пожалуйста Такие Ценнейшие штуки У меня в коллекции есть Дань уважения Тобе и Эндрю И вообще фильмам Этим, соответственно Отдана Я думаю Сполня Ролик подошел к концу Влепливайте свой Паучий лайк Паутина Вперед Подписывайтесь на канал Жмякайте на колокольчик Чтобы не пропускать Ни одного видео На нашем канале Ну а с вами был я Анатолий Ожидайте остальных роликов Как по лего-минифиорчикам Так и по другим тематикам Нашего канала Кикс-черепачки И так далее Очень много всего Интересного предстоит Было бы время Было бы возможность Конечно, каждый день Был выпускал ролики По разным тематикам Всем пока-пока